Добрый вечер, дорогие друзья! Продолжаем сегодня историю двух братьев. Сын Марий пришел в церковь, растопил печку, вошел в алтарь. Поклон перед престолом. Начинаем про скамедию. В алтаре своих дел не в проворот. Свечи, лампады, фитили, масло, вода, умывальник, плитка, кадила, уголь, ладан, вино, просфоры, сосуды, покровцы, облачения. Как бы рано не пришел в храм, все равно времени будет в обрез. Где-то, конечно, есть алтарники, дворники, истопники, но это в городах, в соборах. А у нас не расслабишься. Помню, давным-давно, после дьяконского рукоположения, угрюмо поучал меня старший протодьякон. Ну-ка, не зевай! Ты теперь кто? Диакон. А что это значит? Служащий. Твое дело служить. Отдыхать будешь потом. Священник, впрочем, куда более служащий, чем дьякон. Так, это совсем не кстати. Порезался, открывая бутылку с когором. Кровь здесь быть не должно, в принципе. Выхожу из алтаря. Надо ждать, пока остановится кровь. Кто же его знает, сколько ждать? Вот тут мороз и пригодится. Выскакиваю на улицу. Выскакиваю на улицу. Как же, однако, успел согреться храм. Руку в снег. Надо потерпеть, зато кровь перестанет наверняка. Теперь можно и назад, в тепло. Облачаюсь. Возрадуется душа моя, Господи. Молитва перед облачением. Ну вот и начинаем. Благодарение Богу. Искупил нас от клятвы законное, честное Твою кровью. Это молитва в начале проскомедения. Неяркий свет свечи отблескивает на сосудах. Мягко рисует расстановку на жертвеннике. Неизменное. А из века в век. И каждый день новое. Помяни, Господи. И великого Господина и Отца нашего, Святейшего Патриарха Кирилла. Бога хранимую страну нашу российскую. Народ, власть и воинство я. Президента. Помяни, Господи. Помяни, Господи. И во всем вдохновенном и стройном чине литургии нет такой сосредоточенной минуты, как незаметная, невидимая наружному глазу проскомедия. Сосредоточенная минута. Никого кругом нет. Один на один с Господом. Пробегая глазами строчки записок и помяников, имена живых и умерших, знакомые и незнакомые переплетаются сплошной вязью. Веки неудержимо тянет вниз. Тени и отблески пускаются в хоровод друг за другом. Странное обыкновение всегда именно в этот момент тяжкой волной накатывает утомление и сонливость. Читал где-то, дескать, какая скверная манера бывает у священников закрывать глаза во время службы. Откуда им сердечно знать, что глаза закрываются сами собой в любую минуту от свинцовой непереносимой усталости. Вот, дорогие друзья, на этой позитивной ноте мы сделаем перерыв до следующего вечера, где мы закончим нашу трогательную беседу. Доброй ночи.